Всем здравствуйте! Всех вас рад видеть на канале. Благодарю вас за то, что вы смотрите мой канал, подписывайтесь на него, комментируйте, ну и конечно же ставите лайки. Всем вам за это огромная благодарность. Ну и сегодня в ролике будет очень много таких приятных, хороших новостей. Надеюсь, что вам понравится. Всем вам приятного просмотра! Я хотел вам показать нимфею. Растет она очень хорошо. Пока вот рыбасиков покормил, чтобы они не мешали. Я большие листы у нее обрезал прямо вот у основания, ближе туда к корню. И вот посмотрите, новые листки один за другим стали появляться. Я конечно же этому очень рад. Удобрения я вот под корни, там по-моему парочку таких глиняных кругляшков положил. Голубая глина, ну вот то, что было. Другие удобрения я сюда не добавляю. Ну вот единственное, что здесь вот криптокарина Нури пока вот молчит. Такой хороший рост она не идет. Ну надеюсь, что скоро пойдет в рост. Посмотрим. Вот самец как раз тоже пошел трапезничать. Самец вуалевого анцитруса. Так что, вот такая вот приятная новость. Надеюсь, что скоро пойдут отростки. У нимфеи было бы конечно очень хорошо. Ну, наверное, это еще произойдет не скоро. Ну, как говорится, будем посмотреть. Хотел вам показать кладки ампулярий. Две штуки. У меня очень давно не было маленьких ампулярий. Ну и вот надеюсь, что вылупятся. Будут маленькие улитки. Вот в этом аквариуме. Ну и здесь я их и буду подращивать. Часть больших улиток и таких средних нужно будет убрать отсюда. Я улиток продаю очень редко. Так вот, кто рыбок берет, просит еще ампулярий. Когда у меня есть, я еще даю им как бы так в поход, можно сказать, ампулярий. Ну, иногда не хватает, можно так сказать, по всем аквариумам распределить улиток. Ну, они помогают так, подчищают за рыбками, хотя от ампулярий тоже грязи довольно-таки много. Ну, посмотрим. Время покажет. Появятся улиточки или же нет. Посмотрите, сколько здесь анцитрусов. Они буквально вот-вот должны уже питаться. Скорее всего, завтра. Возможно, уже сегодня вечером. Их здесь так, довольно-таки приличное количество. Я уже приготовил им место. Там пересадил тернец и тоже вам покажу. Ну, и потом туда их буду плавненько переводить через капельницу, добавлять свежую воду. Ну, а здесь вот, который глиняный горшочек был, я вместе с самцом анцитруса переместил туда на ферму. И опять или же снова отнерестились. Вот именно вот в этом горшочке. Ну, или же это вазочка. Можно по-разному называть. Там есть икра. Я светил. Ее там немного, но она есть. И опять вот самцы зазывают. И все почему-то вот именно вот в этот глиняный горшочек, вот в эту вазу. Норовятся там отнереститься. Ну, не знаю, хочу вот забрать вот этот глиняный горшочек у самца и инкубировать икру самостоятельно. Ну, вот не знаю, анцитрус туда заплывает и я не могу его оттуда вытащить. Я в предыдущий раз пробовал так сделать, не получилось. То есть там сам вот этот проход довольно-таки узкий. И если бы вот в этих глиняных трубках они отнерестились, я бы спокойно анцитруса вытащил бы и не травмировал его. Нерестятся постоянно анцитрусы. Надеюсь, что будут и дальше нереститься. Ну, когда самок здесь будет побольше, я уже буду так регулировать с подменами. Я об этом рассказывал, чтобы большую часть самок сразу вот в один день отнерестились. Чтобы поднимать малька, допустим, там 500-600 или там 1000 штук в одном аквариуме. Чтобы так не по разным аквариумам они были разбросаны. Освободил я вот этот аквариум. У меня будет, видите, нижний ярус весь в анцитрусах. Ну и буду сюда их пересаживать через пару дней. Помыл его, он как раз подсохнет. Я потом прямо сюда перелью и установлю здесь сверху капельницу. Потихонечку буду добавлять свежеотстойную воду. Здесь были тернеции, как вы помните. Я их пересадил уже в большой аквариум. Вот в этот 200-литровый аквариум. Потихонечку сюда доливаю воду свежеотстойную. Ну и вроде бы после пересадки они чувствуют себя хорошо. Кормлю их пока только артемии. Ну и уже нужно добавлять резанный трубочник. Тогда рост мальков будет еще быстрее. Хотя, вот посмотрите, растут они неравномерно. Есть и поменьше, есть и покрупнее. Что самое удивительное, посмотрите, красная тернеция в росте не отстает. Ну я им артемии даю довольно-таки много. Потом подрастут, рассортирую красных тернеций, которые покрупнее. Тут и розовые тоже есть тернеции. Белых тоже здесь так прилично. Нужно будет произвести обязательно сортировку. Субтитры делал DimaTorzok